Перед началом данного ролика небольшое объявление, даже скорее просьба, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Как только мы наберем на моем телеграм-канале Литобзор, Литпозор 7 тысяч подписчиков, то тогда я выпущу вторую часть мутного. А когда наберется 10 тысяч подписчиков, то тогда специально, эксклюзивно для телеграма, я сделаю бесячий марафон, следующий сезон. Я напоминаю, кстати, что следующий сезон у нас будет посвящен подростковым книгам. В частности, вот этим, ну и еще некоторым другим. Ну и кроме этого, в моем телеграме шутки, бомбеж, разборы других книг, какие-то анонсы, не знаю, личная жизнь тоже. В общем, подписывайтесь, там действительно интересно, ссылка есть в описании. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Агарков, вы находитесь на канале Литпозор, и обычно мы здесь говорим о плохих книгах. Но сегодня мы будем говорить о людях, которые плохо относятся к книгам. Вы видите вот этот тут значок? Это значок Бэтмена, и мать твою, я просто обязан защитить книжный Готэм от Джокера. От этого Джокера, которого, собственно, вы увидели на превьюшках. И я думаю, вы понимаете, кого я имею в виду. Естественно, Юру Хованского, блогера-старичка, ну на самом деле, кстати, к Хованскому я достаточно нормально отношусь. В принципе, мне кажется, не самый худший блогер, который есть на ютубовском пространстве. Но, однако, сегодня Юра зашел на мою, мать твою, территорию, на книжную. Он выпустил пять дней назад ролик с названием «Книги – это мусор». И на превьюшке еще написано «Книги никому не нужны». Вот так вот написано у Юры. И, соответственно, этот ролик я буду разбирать. Ну, здесь у нас будет просто формат реакции. Я буду смотреть, и с чем я буду не согласен, или наоборот согласен. Потому что, ну, это Юра, от него можно ожидать все, что угодно. Может быть, это просто пост-ирония, пост-пост-пост-мета-гипер-ирония. И в итоге он скажет, что нет, книги на самом деле это круто. Но мне кажется, что вряд ли, вряд ли. И Юра, наверное, действительно придерживается на данный момент теории, то, что книги – это, ну, многие, в принципе, люди придерживаются теории, то, что книги – это фигня, книги не нужны. Я, естественно, так как я книжный блогер, на которой энное количество времени рассказываю про книги. Я забыл просто сколько лет. Ну, уже 4 года, наверное, или 5. Короче, энное количество времени. Как раз книжная формулировка. То, естественно, я не мог пройти мимо. С огромным сожалению констатирую то, что я записываю, то, что ролик Юры вышел 5 дней уже как. Я только сейчас записываю реакцию. Надо было сделать это вообще в первый день, но не успел. Очень много было работы, очень много других дел, поэтому вот только сейчас приступаю. Я знаю, что уже записал свою реакцию Uncle Shurik канал. Если вам понравится моя реакция, а может быть не понравится, то можете зайти к Шурику, оценить его реакцию на этот, на ролик Юры Хованского. Ну и послушать его аргументацию. Кстати, интересно будет даже сравнить, насколько у нас там совпадают аргументы, насколько не совпадают. В общем, поехали. Я Сергей Агарков, это Лид Позор, Make Some Books. Многие наверняка могут спросить, а что это я, собственно, взялся рассматривать ролик Юры Хованского, потому что, ну, в последнее время на слова Юры было не насрать только Следственному комитету Российской Федерации. Как бы и здесь можно было бы пройти мимо, но еще раз говорю, что я, так как я книжный блогер, то ощущаю в себе просто потребность защитить. Книги, конечно, и без меня легко могут защититься сами, но, ну и, кстати, они действительно защищаются, потому что я зашел вот на ролик Юры Хованского, и 35 тысяч лайков, и 10 и 3 тысячи дизлайков. Это достаточно большое, как мне кажется, количество для Юриных роликов. Ну, это как минимум указывает, что большое количество людей, не согласных, не согласных с Юриной позицией. И, кстати, да, мне нравится название вот в Юрином ролике, то, что книги — это мусор, но все мы знаем, что когда, ну, мы все видели эти фотографии, когда Юру задерживали, ну, вот вовсе не книги были у него разбросаны по всей квартире. Хотя Юра говорит, что книги — это мусор. Ну, неувязочка, неувязочка. Ну, и на самом деле, кстати, от Юры Хованского еще вот последняя подвязка, и все, и мы начинаем. От Юры Хованского, на самом деле, я такое видео не особо ожидал, потому что, ну, понятно, что он ведет достаточно маргинальный образ жизни, но, тем не менее, книги он какие-то почитывал, это было заметно. У него полочка книжная, и раньше я видел там много таких интересных книг, и я даже хотел на основе его полки сделать видео, что, типа, что читают блогеры популярные. Ну, взять не только, ну, вот взять его полку и там еще остальных людей, которые снимают, и на фоне видны какие-то книги. Ну, раньше я видел у него еще Пелевина, Лампа Муфусаила точно стояла, и еще, наверное, какие-то книги. В общем, странно. Я от Юры, на самом деле, вот такого не ожидал, поэтому я все еще до последнего надеюсь, что это какая-нибудь мега-супер-пупер-ирония, но количество дизлайков и то, что Шурик выпустил свой ролик, все-таки показывает, что, ну, показывает обратное. Ну, что ж, поехали, давайте посмотрим, послушаем вообще, какие аргументы у Юры. Погнали. Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский, и в одном из своих прошлых роликов я высказал мысль о том, что книги это мусор, в ответ получив огромное количество комментариев о том, что мусор это я, и вообще, что я такое несу, и как я смею. Блин, в случае с Юрой, конечно, сложно удержаться от мысли, что мусор это то, что тебя окружает, притом в случае с Юрой это и то, что тебя окружало до задержания, и то, что окружало, пока ты находился под следствием, да. Осуждаем, осуждаем мою риторику, безусловно. Как я только могу залупаться на такую великую вещь, как книги. Поэтому я решил раздвинуть эту мысль сегодня до полноценного ролика. Я надеюсь, что вам понравится. А вы не побежите сразу же ставить дизлайки и писать мне, что я идиот. Ну, как бы так сказать, дизлайков понаставили большое количество. А самые популярные комментарии. Мусор это ты. А, у меня здесь сейчас, у меня стоит самые новые, давайте самые популярные. Теперь я не убираю в квартире и не читаю книги. Спасибо, Юра, ты делаешь мою жизнь проще. Запиши видео на тему работы это зло, а то я так не хочу в понедельник на работу. Еще от кого-нибудь художественных книг прочел в жизни с десяток. Всему, что умею, научился на ютубе. Хочешь стать умнее? Решай сложные задачи. Остальное хуета. Я, бля, вообще английский из РПГ выучил, так что плюс. Но в книгах иной раз есть непопулярные вещи. Разве что поэтому их иногда надо листать. Говорит Супер Крастан. Очень наверняка популярный человек. Без понятия кто это. Книги нужно читать только в том случае, если вам это приносит удовольствие. А чтение вслух неплохо развивает дикцию. А вот в плане обучения видеоматериалы намного полезнее. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, прочитать. В принципе, с Ховой во многом согласен. Если читать не любите, не выебываетесь, вам это не поможет. Ну вот, кстати, вот с третьим комментарием я, наверное, могу относительно согласиться. Но опять же, видеоматериалы, я бы тоже не стал бы, не говорил бы, что они намного полезнее. И, наверное, Юра еще дойдет до этого аргумента, что, типа, если ты хочешь чему-то обучиться, то лучше обучиться с помощью видео. Но тут, опять же, у каждого разные варианты. Лучше всего, естественно, постигается на практике. Но когда ты делаешь на практике, во что именно ты заглядываешь? В видеоролик или в книгу? Ну, видеоролик, естественно, нагляднее, наверное, показывает, что тебе именно нужно сделать, чтобы ты это сделал. Ладно, давайте все-таки прослушаем ролик. И уже от аргументов Юры будем писать, а не от аргументов его комментаторов. Который не понимает, что такое книги, потому что я прочитал достаточно книг. Я думаю, даже больше, чем вы все вместе взяты. И могу со стопроцентной уверенностью говорить, что книги это мусор. Не верите? Давайте посмотрим. Прежде всего... Бля, и монтаж, твой мусор. Ты не можешь кропать, когда ты... Ладно. Я начинаю немножечко злиться. Когда делаешь переходы, то ты, блин, ну кропай свое лицо. Хочу напомнить вам про наших больших друзей, что самое время подсластить себе удовольствие от просмотра и сделать небольшую ставочку по промокоду по ссылочке в закрепленном комментарии. Так вы получите... Ну, Каванский, как обычно, рекламирует ставки. Было бы... Ну, как бы все логично. В ролике, где книги это мусор, чувак рекламирует ставки. Вы чему-то удивляетесь? Я нет. Абсолютно нет. И вот уровень моего, ну не то чтобы уважения, а так нормального отношения к Юре, оно как бы снижается, снижается, снижается. Я понимаю, когда футбольные эти блогеры или околофутбольные блогеры рекламируют ставки. Ну, когда они это делают, то ругаться точно не стоит. Но вот когда вот эта вот питерская тусовка, Кузьма, Юлик или там Холанский рекламируют ставки, это, ну, такое себе. Это, мне кажется, не есть хорошо. Ну, конечно, они могут сами решить, что им рекламировать, но, как бы, я могу сам решить, осуждать это или нет. К депозиту и до 10 долларов в страховке на первую ставку. Дерзайте! Тем более, стоит сказать, что он рекламирует OneX, который запрещен. Ну, так как я как раз монтирую много роликов футбольных блогеров, то я монтирую их рекламу ставок. Но они рекламируют букмекерские конторы, которые легальны у нас на территории. И которые, чтобы зайти и сделать ставку, ты должен ввести, по-моему, свой паспорт, подтвердить свой возраст. Ну, короче, верифицировать аккаунт. И если тебе нет 18 лет, то ты, как бы, идешь нахрен. А OneX, она считается у нас вообще нелегальной на данный момент. Там по-разному бывает. Она когда-то была легальной, сейчас, по-моему, нелегальная. Может быть, когда-нибудь снова станет легальной. Но, тем не менее, короче, уровень контента вы видите. В общем, книги это мусор. Да, Юр, рассказывай, спасибо. Почему я вообще так говорю о книгах? Потому что, пока я сидел, кроме книг, у меня не было никаких особо развлечений. Ни компьютера, ни интернета, ни сериальчиков. Ну, кроме сериалов на телеканале «Звезда». Какая гадость. Ради интереса зашел посмотреть, какие сериалы на телеканале «Звезда». Ну, обычно такие военные, патриотические сериалы. «Слепой 2». Ну, либо про бандитов. Ну, короче, такой. «Смерть шпиона». Ну, такой НТВ, наверное, на минималках. В принципе, сериалы как сериалы. А ты что хотел? Чтобы тебе в тюрьме показывали «Секс Эдюкейшн»? Или что? Очень странные дела. Мне, конечно, лучше всего подошел бы сериал «Как не петь херню», чтобы потом больше полугода не видеть родного дома. Но такой сериал еще не сняли. Поэтому я читал много книг. И именно, как бы оставаясь наедине с книгами, ты понимаешь, какой же это все-таки ебаный мусор. Ну, абсолютно не согласен с Хованским. Я как раз наоборот, ну, я последнее время прихожу к выводу, что YouTube – это мусор. И, ну, опять же, в любом случае риторика, что там книги – это мусор, YouTube – это мусор. Это все явная такая радикальная риторика. Но я, как бы, хочу сократить просмотры YouTube-контента, оставить где-то каналов пять максимум, чтобы вот только их смотреть. А так, больше времени читать и больше времени смотреть контент не ютуберский, а, ну, не знаю, я вот вспоминаю жизнь до того, как я, как в мою жизнь ворвался YouTube. И в основном я смотрел там во время обеда, ну, там, не знаю, «Симпсонов», «Гриффинов», сериалы «Друзья», «Клиника», «Бруклин-99» и так далее. Ну, короче, вот сериалы, мультфильмы, фильмы, мне кажется, гораздо полезнее, чем YouTube-контент. Опять же, не весь, естественно, но, тем не менее, так много информации, которую дает YouTube и на которых я подписан. Я подписан где-то каналов на 50 и, как мне кажется, это очень-очень много. Но я знаю, что есть люди, которые подписаны вообще там на 300-400 каналов. Но я весь контент закидываю смотреть позже и стараюсь его смотреть по мере возможности. Но, тем не менее, все-таки мне хочется избавиться, ну, поменьше смотреть YouTube, чтобы больше читать. А у Юры риторика несколько другая. Ему, видимо, хочется меньше читать, чтобы больше не знаю, что делать. Учитывая то, что это Юра, тут может быть все, что угодно. То есть, мне очень много людей писало как раз с просьбой, Юра, там, посоветуй нам книг. Мы начали читать после твоего видоса в 2013 году. У меня был в 2013 году видос, где я советовал какие-то книги типа, что еще посоветуешь почитать? Заметь, Юр, ну-ка, я думаю, любому человеку, как бы, если посмотрит на тебя в 2013 году, и если сейчас, он заметит огромную разницу. И, может быть, именно твое нежелание читать, а заниматься чем-то другим, как-то повлияло на то, что ты сейчас выглядишь совсем по-другому, чем в 2013 году. И я пишу, да вы, блядь, у вас же, у вас есть интернет, у вас есть, блядь, тикток, за хуй вам сдались эти книги. Ну, отличная риторика. Лучше смотреть тикток, чем читать книги. Я не знаю, я должен тут вообще что-то комментировать. Потому что, мне кажется, любой человек понимает между книгами и тиктоком, что именно мусор. Да, в тиктоке можно найти какие-то полезные видосики, но, блин, сам формат того, что ты смотришь, сколько там сейчас, минута или там чуть больше в тиктоке. Ну, короче, смотришь очень-очень короткие ролики, но в огромном количестве. И когда ты пытаешься прочитать какую-то книгу, какую-то одну основную мысль, которая заключена в книге, когда ты пытаешься ее постичь. Ну, я не знаю, блядь, я не уверен вообще, здесь нуждается что-то в моих комментариях. У вас есть огромная жизнь, там, не знаю, девчонки, пиво, закат. Каждому свое время, и, естественно, лет там 17, 18, 19, очень хочется вместо того, чтобы корпеть над книгами, погулять с девчонками, выпить пивка. Это тоже, как бы, ну, естественно, нужно, это процесс социализации. Но, опять же, надо понимать, что стоит на кону, типа, ну и вообще, от чего ты получаешь удовольствие. Если ты получаешь удовольствие от чтения, то лучше читать. Если ты получаешь удовольствие от пивка и закатов, конкретно в данном возрасте. Потому что у меня тоже были возрасты, когда я не читал плотно, а было что-то, что казалось на тот момент интереснее. Но потом я все-таки рано или поздно снова приходил к чтению и снова читал. Ну, или, как бы, в любом случае не отбрасывал его в долгий ящик. И книги мусором не называл. Но у Юры произошла переоценка. Переоценка приоритетов, поэтому, ну, собственно, мы видим, что из этого произошло. Я не знаю, что здесь причина, что здесь следствие. Может быть, конечно, то, что Юра называет книги мусором, это не причина его, неурядец, а следствие всех его проблем. Но, но тем не менее. Вот это все у вас есть, оставьте книги тем, кто сидит в тюрьме. Прекрасная риторика. Потому что даже им особо, как бы, эти книги нахуй не упали. Просто было бы чем другим заняться, никто бы нахуй книги не читал. Не, ну почему? Ну, в тюрьме очень много, много интересных занятий. Не знаю. Ты можешь сделать из хлебного мякиша фигурки. А, кстати, да, если вспомнить эту, вспомнить историю со шваброй, то, может быть, лучше бы книги в тюрьме кому-нибудь нахуй упали. Нахуй упали, блин, как-то тоже двойственно звучит. Даже в тюрьме. Поэтому, когда люди просят меня, Юра, посоветуй мне книгу, я все время, честно, отвечаю цитатой Ванамаса, который, между прочим, интуитивный, так сказать, дзен-буддист и вообще великий человек. Он сформулировал две отличные мысли. Книги, разумистые, не читают, потому что книги, это просто чужие мысли на бумаге написанные. И все. Цитаты Ванамаса, блядь, вы прикиньте, какой уровень, блядь, сука, дискуссий. Цитаты Ванамаса. В таком случае я, зачем мне вообще, я могу использовать аргументацию какой-нибудь Бабы Раи соседнего подъезда. Кто читает, бог, кто не читает, лох. Все, Юра, ты слит и вкачет. Просто Ванамас против Бабы Раи, или как я ее там назвал, говно на палочке. В принципе, Ванамас, скорее всего, я даже не знаю, кто это. Вряд ли, вряд ли, знаете ли, это какой-то шведский философ, да? А даже будь это шведским философом, блядь. Типа не могут быть тупых шведских философов, которые говорят, что книги это мусор. Могут, почему бы нет. И ничего в книгах более сакрального нет. Вот только нужно быть Ванамасом, чтобы вот так вот на элементарном уровне разложить и понять, что же это такое книги. Да это просто чужие мысли, записанные на бумаге. Прикинь. А, блядь, а ТикТок это чужие мысли, сформулированные в формате короткого видеоролика. Нихуя себе. Не надо быть Ванамасом, чтобы это понимать, да? Действительно. А фильмы это чужой, ну, чужой замысел авторские книги. Ну, если мы берем художественную, то это все-таки не просто чужие мысли, это чужой авторский замысел, сформулированный на бумаге. Так же, как и фильмы. Чужой авторский, так же, как и твой ролик. Чужие мысли, сформулированные, блядь, просто записанные на камеру. И все. Просто мы живем в каком-то, не знаю, чудовищном заблуждении, что чтение книг делает вас умным. Но это действительно заблуждение. Чтение книг, ну, не делает людей умными. Тут я с Юрой согласен. Оно, тем не менее, влияет на образованность, на... Ну, на много чего, но прям умными книги человека сделать не могут. Потому что нас в школе учили, да, что хочешь стать умным, читай книги. Потому что тех, кто нас учил, тоже так учили. Потому что их так учили. И все это восходит к каким-то древним временам, когда нахуй людей учили там в монастырях. И они там читали вот это на лапине какие-то молитвы. А больше, в принципе-то, никаких способов поумнеть и не было. Сюда бы прямо какая-нибудь реклама скиллфэктори вот подошла бы. Но у Юры не покупают рекламу скиллфэктори. Ну, а сейчас, друзья мои, 2022 год. Существует столько всевозможных способов стать умнее. Всякие курсы, хренюрсы. Ну, а блин, а от курсов ты типа становишься умнее? Ты становишься... Ну, ты не становишься умнее. Ты становишься в определенной какой-то области лучше разбираться. Но если ты берешь не просто художественную книгу. Потому что художественная книга, ну, тут относительно все понятно. Ты читаешь для развлечения. Ну, в любом случае, для интеллектуального развлечения, ну, есть как бы несколько видов развлечения. Если ты берешь Набокова, это одно развлечение. А если ты берешь какой-нибудь там легкий детективчик, то это развлечение, ну, относительно приближенное к просмотру фильма. А все-таки, если ты читаешь, там, Набокова, Сарамага, ну, каких-нибудь таких вот классиков, которые не просто рассказывают историю, чтобы тебе было интересно, но еще и пытаются интересно оформить эту историю и заложить там несколько слоев истории и несколько подтекстов, то, понятное дело, что это уже интеллектуальное развлечение на порядок выше уровня, чем какая-нибудь книга. Когда ты просто наблюдаешь за событиями, ну, типа, непосредственно в них участвуешь, ну, понятно, и как бы их проживаешь, и тебе интересно. Тут несколько разные уровни. Но если ты берешь не художественную книгу, а какую-нибудь другую, то чем это отличается от курсов? На курсе ты тоже должен прочитать огромное количество информации. Что-то посмотреть, что-то прочитать, что-то выполнить практически, но тем не менее. Это просто какое-то саморазвитие абстрактное. Это даже, я думаю, даже так скажу, даже играя в компьютерные игры, вы станете умнее, чем читая книги. Да, да, обязательно, обязательно. Играя в компьютерные игры, ты станешь умнее, чем читая книги. Сто пудово. Абсолютно. Есть некоторые, конечно, компьютерные игры, которые именно развивают, но опять же, что именно они развивают? Понятное дело, что если взять книгу полярного «Мятную сказку», и если взять игру, как она, жизнь и смерть господина, сейчас, господина Бранте, или Бранте, то тут действительно игра разовьет тебя гораздо лучше, и ты от нее, вполне вероятно, ты действительно станешь умнее, чем отмятные сказки Полятова. Но в большинстве своем книги все-таки заставляют твои умственные шестеренки двигаться гораздо сильнее, чем среднестатистические игры. Если мы берем среднестатистическую книгу и среднестатистическую игру. Во-первых, потому что огромное существует такое заблуждение, что любая книга полезна, но это не так, потому что, ну, просто не может быть абсолютно все хорошим. Ни книги, ни фильмы, ни, я не знаю, там, какая-то еда ваша. Все равно будет попадаться дрянь. Ну, тут как бы безусловно, естественно. Опять же говорю, что есть книга... Как... Не знаю... 100 лучших изобретений 20 века. Есть книга Орлеан Ли и Стефи. Какая книга лучше тут, как бы, я думаю, вы все понимаете. И вот дряни в книжном мире полным-полно. Это да, тут я тоже соглашусь. Я думаю, любой подписчик моего канала, Лид Позора, тоже с этим согласится, потому что этот канал как раз и нацелен на то, чтобы... Чтобы вычленять книжную дрянь. Но почему-то эта дрянь считается весьма и весьма культовой. Та же война и мир. Да это как прививка детям от чтения. Ну, естественно, я могу сказать, что детям определенно не стоит читать войну и мир, потому что они в том возрасте, в котором ее читают, очень мало могут понять. Я, собственно, раньше тоже считал, что война и мир фигня, графоман и прочее. Но сейчас я такой риторики не придерживаюсь. Хотя определенно в войне и мире очень много лишнего. Есть какие-то графоманские такие моменты, но тем не менее произведение действительно великое. Но давайте, ладно, послушаем Юру. Ну, естественно, ты величие этого произведения не можешь понять в 17 лет. Потому что ты в 17 лет, сука, тупой. И тебе интересен тикток, а не книги. Собственно, Юра, по-моему, до сих пор не вырос со своих 17 лет. Есть, конечно, люди-исключения, которые в 17 лет не тупые, но большинство. Опять же, это без негатива, без негативчика, без негативчика. Потому что в 17 лет я сам был тупым. Я читал всякую хрень. И войну и мир. Ну, из нихрени я, может быть, читал там Ремарка. Это максимум, что можно понять. А так, в основном Кинга, Сальваторе. Ну, книги, не сказать, что прям плохие, но явно не мега-супер-интеллектуальные. Если заставить человека прочитать войну и мир, он с высокой вероятностью до конца своих дней не сможет взять ни одну книгу в руки. Да, это так. Но если тебе сразу же поставить фильм Альмадовара или, не знаю, Тарковского, а представьте, что до этого вы ничего особо не смотрели. Ну, может быть, пару комедий. Вот вы смотрели «Американский пирог» и там что-то вот в этом роде, и херак вам фильм Альмадовара или Тарковского или кого-нибудь еще. Ну, короче, фильмы сложные. Либо же как раз исторический длинный фильм, ну, какие-нибудь там из старых, которые на три... на три часа. И сказать, что вот именно вот это вот кино, то же самое будет. То же самое. Ну, по крайней мере, добровольно, потому что это хуета. Это скучная хуета. И ничего там другого нет. Это... Ну, то же самое можно сказать про ТикТок, про ролики на Ютубе, про фильмы. Все это скучная хуета. Скука, я вообще, можете заметить, что в своих обзорах я очень редко оперирую словами скука. Ну, а если я их в обзорах, в смысле, в литпозорах, когда я критикую книгу, я очень редко говорю, что то или иное скучно. Если я говорю, что скучно, то чаще всего добавляю, что это субъективное мнение. Либо же объясняю, почему скучно. То есть, потому что там действие не меняется на протяжении того-то, потому что оно торчится на месте, бла-бла-бла. Но в большинстве своем скучно это... Это субъективный показатель. По нему нельзя судить. Мне, например... Блять, что там хованские? Мне беременно в 16 скучно. Это... Посмотреть беременно в 16 я лучше Войну и Мир прочитаю три раза, чем буду смотреть беременно в 16. Однако, друзья Холландского, там, Кузьма и Юлик, ну, им тоже, скорее всего, не особо весело смотреть эту хуету. Но они ее смотрят, они ее смотрят, и... Окей, я не знаю... Все Марвеловские фильмы для меня просто, блять... Ну, ладно, еще раньше там был какой-то интерес, но сейчас, ну, блять, я не смотрел последнего Человека-паука, потому что для меня это скучно, мне это неинтересно абсолютно. А Война и Мир, ну, была бы интереснее. Поэтому это субъективный показатель. Про то, что скучная хуета, можно сказать про что угодно. Про мой сегодняшний ролик, про твой Юра-ролик, про Войну и Мир, про, блять, про ТикТоке или Стефе. Что угодно. Что угодно может быть скучной хуетой. Это не аргумент. Лев Толстой занимался ебаной графоманией, сидел и писал всю эту хуйню, ахаха, без ухов, блять, без ухов, куюхов. То же самое, блять. Ух уровень, блять, школьника, вот реально. Я как будто просто смотрю видос 15-летнего школьника. Понятное дело, что многим может не нравиться Война и Мир, но пока аргумент, ну и есть нормальные аргументы для людей, которые могут сказать, что мне не нравится Война и Мир. Но пока это уровень, вот, просто школьника, который надеялся, ну не знаю, поиграть в Доту, но ему задали прочитать Войну и Мир, и он такой, а, ладно, прочитаю в последний день. А потом увидел, сколько там страниц и начал, блять, без ухов, куюхов, блять, дается. Ахуй, Наташа Ростова, блять, и все такое, короче. Достоевский писал вот эти все свои муторные произведения, грязные, я бы даже сказал, потому что ему нужно было деньги выплачивать за карточные долги. Ну, никто не спорит, но не только. Поэтому он с большим успехом мог бы тогда не писать, а идти куда-нибудь, этот, идти на завод. Просто у него как бы писать получалось, он был признанным писателем, и это приносило ему доход. Вот, и поэтому во многих моментах он ускорялся, ускорял написание своих произведений. То же самое, когда мне YouTube не приносил доход, я выпускал ролики, ну, там, раз в две недели, раз в месяц. Как только стрельнул, как только YouTube начал приносить мне какие-то деньги, и как только я с его помощью стал зарабатывать, то относительно стабильно хотя бы один ролик в неделю новый ходит. И опять же, ты попробуй стать сначала таким Достоевским, который даже если писал только, только ради денег, но потом, сука, тобой восхищается почти весь мир. Огромное количество людей восхищаются Достоевским, не только у нас в России, а во всем мире. Достоевский, Толстой, Чехов — это золотая троица. Все ее изучают, читают, хвалят. Ну, кто-то не хвалит, ну, понятное дело. Такие вот, как Юра, только за рубежом. И более того, Достоевский является и Толстой. То, что ты называешь вот это вот скучной хуетой, является частью русской культуры. А вот ТикТоки, блядь, которые есть у всех, конечно, я не знаю, может быть, лет через 70 чей-нибудь ТикТок будет являться культурным феноменом или, там, ну, короче, входить в русское национальное достояние. Но, блядь, очень сомневаюсь, вот очень сомневаюсь. Вот с этой стороны нужно взглянуть, так сказать, на творчество Достоевского. И так я могу сказать практически про любую книгу. Есть ли хорошие? Конечно, есть. Спасибо, что хотя бы это признаешь. Есть ли ТикТоки хорошие? Вы удивитесь, по телеку показывают какие-то образовательные ТикТоки прямо из ТикТока. Ну да, но ТикТоки есть хорошие. Но опять же говорю, ТикТоки будут национальным достоянием через некоторое время. Книги будут, фильмы тоже будут. ТикТоки, очень сомневаюсь, вот очень сомневаюсь. Поэтому, Юра, ну вот честно, лучше бы ты хотя бы с фильмами сравнивал. Ну, хотя бы, хотя бы с фильмами. Потому что, ну, сравнивать с ТикТоком, ну, это вообще, блядь, надо не иметь ума. Опять же, если берешь ТикТоки, то сравнивай тогда с рассказами. Я не знаю, один рассказ Чехова, один ТикТок. Один рассказ Чехова, один ТикТок. Потому что ты сравниваешь какое-то 15-секундное видео, ну, условно говоря, я не знаю, какая сейчас у него продолжительность. И роман, который нужно читать 2-3 дня. Ты возьми фильм, который нужно смотреть хотя бы, хотя бы 2-3 часа. Попробуй провести параллели. В рубрике я такой, я никогда этого не видел в ТикТоке, потому что я смотрел дебилизм. Всякие анекдоты, приколюхи и так далее. Но на самом деле, даже, блядь, в ТикТоке есть множество всего полезного. Но книги, блядь, не панацея от, как сказать так, от скудаумия. В принципе, я согласен, это не панацея. То есть, читая просто книги, которые вам нравятся, вы занимаетесь чем? Ну, я как условно прощу, вы смотрите текстовый сериал в своей голове. Ну, по сути, да. Тут ты прав. Если вы читаете только детективы, если вы читаете только фантастику, то, по сути, да. Если вы книгу используете только в развлекательном плане, если вы не берете познавательный аспект. Но, опять же, даже если ты используешь книгу в развлекательном плане, только в развлекательном плане, ты хотя бы видишь, как пишется текст. Ты хотя бы немного учишься писать. Если ты говоришь это вслух, ты еще как говорил комментатор ниже немного развиваешь дикцию речь когда ты просто смотришь фильм или тик ток то особо ничего не происходит не так уж много ты развиваешь все-таки в этом плане книга она как бы полезнее но опять же тут по сути с юрой можно согласиться ну и я раньше тоже во многом этой этой стороны придерживался что книги это развлечение однако сейчас я все-таки говорю что книги это не только развлечения ну и опять же нужно разделять что есть книги считать только развлечения а есть книги и это я беру только художку потому что понятное дело что какой-нибудь научно научно научпоп или нон-фикшен он вообще не всегда для развлечения точнее чаще не для развлечения вот по сути что такое вот там большинство каких-то книжек таких бесконечных где есть один и тот же персонаж начиная там шерлоком холмсом заканчивая гарри поттером вы смотрите текстовый сериал своей голове вы ни капли не лучше и не умнее тех кто просто смотрит сериалы но чуть-чуть все-таки умнее опять же говорю папа вот этим признакам что и когда читаешь книгу у тебя все равно что-то откладывается как как пишется то или иное слово конечно бывают люди которые прочитали огромное количество книг и у них это не отложилось но это все-таки редкий случай обычно чем больше ты читаешь тем лучше ты после этого пишешь говоришь я не буду говорить говоришь я не буду говорить потому что все-таки как было сказано для этого лучше все-таки читать вслух но пишешь точно лучше если ты смотришь фильм но ты не лучше пишешь определенно и вообще вообще ничего особо лучше не происходит я бы даже сказал что вы тупее потому что книги читать книгу это крайне однозадачная поебень ты вот так вот скользишь взглядом по строчкам и ты предельно сосредоточен ты не можешь заниматься в этот момент какими-то другими делами юра ты сам себе противоречишь ты называешь это однозадачностью но это называется концентрация концентрация когда ты читаешь ты концентрируешься на тексте то блять чего очень не хватает современной молодежи начал уже в бумерские замашки появились потому что но с концентрации нашему поколению в принципе тоже потому что вот концентрация от концентрации очень многое зависит и сейчас у многих ее тупо нету особенно катя моя которая работает с детьми она это вот прям подтверждает что заставить сконцентрироваться детей на чем-то тяжеловато они вот единственное что может их это заставить сконцентрироваться это этот какая-нибудь игрушка типа я я не знаю что там сейчас angry birds сейчас не angry birds и какие у нас там сейчас игры пользуются популярностью а если ты смотришь фильм одновременно не знаю режешь салат при этом не знаю разговариваешь с кем-то то что у тебя остаяну у тебя скорее всего будет и и из фильма ты ничего особо не запомнишь и разговор как-то так то туда-то туда отвлекаешься и салат вполне вероятно либо пересолила либо там что-то что-то лишнее добавила нет конечно ну я опять же ем и что-то смотрю фоном готовлю и что-то смотрю или слушаю фоном но фоном фоном это ну просто такая вот легкая информация тоже больше какого-то развлекательного или очень простого познавательного плана потому что но если тебе что-то прям действительно нужно познать если ты что-то хочешь узнать чтобы это в дальнейшем использовать то те нужно прям сконцентрироваться на этом и изучить так что в данном случае юра просто путает понятия однозадачность и многозадачность и вообще в юрином случае многозадачность это петь песни и оставаться на свободе как тебе такое не получилось да я сегодня вредный прям не могу ну потому что потому что просто я не знаю как как общаться и ну ну аргументация просто нулевая при этом я тоже наверно как какую-то мега супер крутую аргументацию не даю потому что ладно давайте все-таки дому чем блин еще даже половину не посмотрел что он скажет тогда как смотря сериал ты можешь например играть я не знаю как даргист данжен параллельно вполне и типа идея в том что на люди которые читают почему-то думают что они лучше что они умнее чем те кто не читают но это не так еще раз говорю смотря что подразумевать под умом ну в принципе да ты не становишься умнее от того что ты читаешь образование вполне вероятно ну и опять же это зависит от того что ты читаешь если читаешь достоевского одно если читаешь ртлиан или мятную сказку то все понятно это не так по той причине что ну блять да чтение развивает воображение ты не смотришь уже как бы готовую картинку ты сам ее воображаешь да все что угодно блять развивает воображение мастурбация развивает воображение мастурбация развивает воображение но я ни разу не встречал человека который сказал бы мне что он умнее меня потому что больше дрочит ну типа все сука да сколько ж можно дрелить то да я много читал да я много хвастался тем что я читаю если вы помните 2013 год был вообще не самым удачным за год до этого была наверное самая мерзкая версия меня которая спела ту песенку из-за которой я в итоге в сизо попал я помню тогда еще когда кузьма тоже всем говорил что просвещать хочет и говорил нужны книги читать в итоге его начала травить конференции убер маргинала чтение книг вас до добра не доведет счастливым людям книги не нужны я вот так скажу спорное достаточно утверждение на что именно тогда ну как развлекаются счастливые люди когда-то ну просто сидеть на пляже не за просто гулять но это тоже как бы однообразно и надоедает опять же ну каждому своем мне например газда я не смотрю фильмы мне больше нравится читать кому-то наоборот больше нравится смотреть фильмы ну окей книги это естественно не путь к счастью но точнее нет если тебе нравится читать книги то книге это путь к счастью если те не нравятся то насиловать но наверное себя все таки не стоит если вас в детстве не насиловали чтением книг ну насиловали вы понимаете что я имею в виду опять же нельзя насильно заставить кого-то читать книги, потому что действительно тут не так много удовольствия, как от просмотра фильма, как от ТикТока и так далее. Потому что чтение это все-таки еще и работа. Ты сидишь, смотришь, осознаешь фильм. Там тоже есть какой-то аспект работы, но меньше, чем когда ты читаешь. Поэтому, если ты развлекаешься с помощью чтения, ну, это какого-то рода подвиг, можно сказать. Ну, цитирую Мюнхгаузена. Там, правда, на работу ходил, но тут тоже. И именно поэтому люди, которые читают, они как бы ставят себя выше, чем те, которые просто смотрят фильм или ТикТоки. Потому что ну, потому что чтобы им что-то осознать, понять и так далее, нужна работа. Работа бывает бесцельная и бесполезная. Опять же, вспоминаем Орлеан, Мутный и все остальное. И все остальные книги из Бесячего Марафона. Если вы хотите, если вам нравится версия меня из 2013-го, вот это мерзкое, которое хвастает своим IQ 138, который нет ни друзей, никого. Так ты читал для того, чтобы выёбываться. Ты читал для того, чтобы выёбываться. Ты читал не потому, что тебе было прям мега-суперинтересно, или ты хотел, ну, может быть, ты хотел просвещаться, но все это просвещение употреблял в хвастовство, в себя-любие. Типа, посмотрите, какой я умный, я читаю. Ты путь. Просто можешь читать и все. И, блядь, никому об этом не рассказывать. Если это не является частью твоей работы. Ну, я имею в виду себя. Если бы я, ну, не был книжным блогером, я бы просто читал бы и не рассказывал. Нет ни друзей, никого, но зато я самый умный, блядь, я прочитал все книги Сорокина, Елизарова, Пелевина. Дело ваше. Я не осуждаю чтение книг. Поймите меня, просто я сам в своем уже нынешнем возрасте, в своем состоянии, пришел к выводу о том, что книги это ебаный мусор, который, ну, единственное, зачем нужны книги, как мне кажется, это читать в туалете. Вот тут как-то, ну, знаю, как вредная привычка у меня такая. Не знаю, для туалета вполне подходит Телеграм. Телеграм, кстати, да, тоже короткие такие сообщения. Вот Телеграм это такой книжный тикток. Короткие какие-то сообщения, новости, анекдоты, тоже мемы могут быть. А чтобы выбрать в туалет книгу, это, знаете ли, целое прям искусство, потому что ты, туалетных книг на самом деле не так уж много. Тут нужно подобрать так, чтобы вот на один заход тебе хватало прям какую-то конкретную одну мысль. То есть тебе нужно либо роман с очень короткими главами, ну, типа «Бегущий в лабиринте». Но «Бегущий в лабиринте» это-то хуета страшнейшая. Вот. Либо либо брать рассказы. Я не так уж много встречал хороших туалетных книг. Вот некоторые, о некоторых говорил на канале. Например, «Прикольная наука». Вот этот вот обзор у меня есть. Это хорошая туалетная книга. Целый двухтомник. Я провел очень много полезных. Ну, очень много времени превратил в полезные. Рассказы Чехова тоже могут, в принципе, быть туалетной книгой. Ну, то есть нужно выбирать так, чтобы ты сел и за раз прочитал там один рассказ. Чехова у Генри, например, вот прекрасно подходит. Книга Вафина тоже мне неплохо подходит. Говорит Вафин. Ну, правда, Вафин, он как-то однообразен, и я был долго на него подписан, но потом, но уже давно не подписан, потому что заебал. Вот. И как-то стало и не смешно, и не интересно, но тем не менее, его книга, как бы, если вам нравятся его мысли, то тоже могла бы подойти. Вот тут как-то, ну, знаю, как вредная привычка у меня такая. И обратите внимание, блядь, вредная, неполезная привычка. То есть где-то в толчке должна лежать одна книга, которую ты там, ну, взял, почитал. Всё, на это сойдёт. Любое другое, любая другая трата времени на книге, это время в мусорное ведро. Ну, блядь, а любое другое время, потраченное на ТикТок, это время не в мусорное ведро. Это ты прям... Понятно, понятно, окей. Мне не добавить, не убавить нечего. Потому что это просто, ну, бессмысленно. Современный мир переполнен возможностями, блядь, ёб ты. Ну, кому ты нахуй нужен, если ты ничего не знаешь и не умеешь. Опять же, да, как Юра и говорил, знать и уметь можно не только с помощью книг, но с их помощью тоже. Понятно, что большинство возможностей стоит денег, но и книги сейчас, знаете, тоже, блядь, нихуя не дешевые, я вот что хочу сказать. Ну, вот именно, вот именно. Блин, на самом деле, я очень, мне хотелось бы, с одной стороны, не хотелось бы, с другой стороны, хотелось бы, чтобы книги являлись элементом роскоши и тем самым они бы становились еще элитарнее и тот, кто... Ну, и книги могли бы читать бумажные книги, во всяком случае, ну, электронные, понятно, что там многие могли бы читать, но бумажные могли бы читать только небольшой процент населения, если бы книги стоили прям дорого. Потому что тогда было бы гораздо больше людей среди тех же Юры и похожих на Юру, которые бы стремились и хотели бы эти книги взять, читать и так далее. Потому что сейчас, когда все в относительно свободном доступе, а, ладно, книги, мусор, книги, хрень, а вот когда когда они бы доставались не каждому, то тогда и было бы к ним совсем другое отношение. Мир переполнен возможностями? Да ты уже, блядь, четвертый раз это говоришь. Быть счастливым, быть умным, да даже быть богатым! Да вот вы можете стать кем угодно! У вас не было такой возможности в те времена, когда, знаете, ну, аристократы читали эти книги и такие «Ха-ха-ха! Знания! Вот чем мы отличаемся от простолюдинов!» Да нет! Ну, там не совсем так было. Ну, ладно, пускай Юра будет убежден в этом. Вы кем хотите быть? Вот посмотрите на Даню Милохина, над ним все издеваются, что он, типа, о, смотрите, ни одной книги не прочитал. Да я его, блядь, не видел несчастливым, вообще он постоянно, блядь, веселый, у него эта лыба просто с лица не сходит. То, что он тупой, это окей, но сейчас ты его не видишь несчастливым, но человеческая тупость, она рано или поздно к чему-то приводит. Как бы, за все поступки мы несем ответственность. И вот сейчас Даня счастливый, когда у него куча денег и все остальное, но наступит тот момент, когда у Дани не будет популярности, когда у него не будет денег, он будет никому не интересен, и давай тогда посмотрим на то, каким он будет, счастливым, несчастливым. Ну и самое главное, куда он дальше сможет себя пристроить без каких-либо знаний, а имея у себя только смазливую мордашку, которая тоже постареет. Вы думаете, лет через 10 Дани Милохинские песни будут кому-то нужны? Нет, потому что появится какой-нибудь новый Дани Милохин. Мы, собственно, с Полярным то же самое видели. Полярный, сейчас, конечно, на волне выхода тлеющих ветвей Лесоблум он, может быть, снова станет, ну, обретет на какое-то время былую славу, но был Полярный, его все обсуждали, ненавидели и так далее. Появилась Лея Стефи? Сейчас Полярный никому не интересен. Всем интересно Лея Стефи? Через время пропадет Лея Стефи, потому что появится кто-то новый и так далее, и так далее. И то же самое с Милохиным. Сейчас он на слуху, но пройдет время и все, он будет не на слуху и посмотрим, насколько тогда он будет счастливым. И потом смотришь какой-нибудь вот это было по Муз-ТВ я видел репортаж, где его обсуждают вот наши звезды всякие там Юрий Лоза и компания. Они все такие злые, такие завистливые, у них такие грустные, мерзкие рожи. Ну, потому что когда ты видишь несправедливость, а тут, ну, какой-то охуярок получает очень много денег ни за что, то, естественно, это, ну, вызывает разные эмоции негативные. По мне, это достаточно логично. То есть, ну, когда ты видишь, что человек не на своем месте. Но, опять же, как бы, ну, история все расставит по полочкам, все разложит на свои места и посмотрим, кем будет Даня через энное количество лет, каким он будет завистливым, независтливым в том возрасте, в котором Юрий Лоза, вообще, будет ли его хоть кто-то знать, как знает Лозу. Лозу, конечно, тоже приплел мастерски. Прям. Ну, аналогично, потому что, я же говорил, что я Бэтмен, холландский Джокер, а он еще и Лозу, типа, ядовитый пыль, очень приплел. Как вам? Как всегда, не Милохин, не читает книг, а я читаю книги. Ну, ты мерзок, ты мерзок своей сущности, как и большинство людей, которые кичатся тем, что я вот читаю книги. Ну, так кичиться можно же не только книгами, а ты можешь кичиться тем, что ты много, я много зарабатываю, я успешный успех. Какая разница, кичиться книгами или, блядь, есть люди, которые кичатся тем, что, знаете, я смотрю только образовательный ТикТок, я не смотрю всякую, всякие анекдотики, смехуечки, нет, нет, только образовательный кичок, образовательный ТикТок. И что? Он тоже кичится, ну, чем-то кичится, он мерзок, но, блядь, он не читает книг, он смотрит образовательный ТикТок, он тоже мерзок. Юра. Знаете, есть такие люди, которые советуют все книги, которые они прочитали, то есть они считают, что если они что-то прочитали, это точно была хорошая книга, вот сто процентов. Ну, это тоже не самые умные люди, потому что, ну, я как человек, который работал в книжном магазине, когда у меня спрашивают, посоветуй какую-то книгу, я сразу, следом, и отвечаю вопросом на вопрос, типа, а какую последнюю книгу ты прочитал, и она тебе понравилась, либо какой жанр тебе посоветую, что именно там, потому что, ну, опять же, посоветуй любую книгу, это из разряда, я не знаю, посоветуй мне машину, которую мне купить, посоветуй, блядь, не знаю, фильм, который посмотреть, любой, ага, посоветуй музыку, которую мне слушать, легко только, ну, я могу посоветовать то, что я слушаю, но понравится ли тебе или нет, это совсем другой вопрос. Никакого критического мышления, в плане того, что я же потратил время, на эту книгу, значит, она хорошая, буду-ка советовать ее всем, всем подряд, но она не хорошая, большинство книг, макулатура ебливая. Ну, не большинство, но многие, тут я не поспорю, особенно сейчас, когда нет никакой цензуры, когда все в основном, все издательства заточены на то, чтобы получать просто прибыль, и им без разницы напечатать 10 тысяч книг Бориса Васильева или написать, или напечатать 10 тысяч книг Лиа Стефи, и с учетом того, что Лиа Стефи сейчас популярна и быстрее продастся, то им выгоднее, типа, напечатать 10 тысяч книг Лиа Стефи. Ну, радует, конечно, что они не только печатают Лиа Стефи, а того же Бориса Васильева тоже все-таки печатают, но, тем не менее, как бы, да, макулатуры много, ну, блять, много плохих фильмов, много плохих тиктоков, это жизнь, блять, тут много чего плохого, забавно, что в слове плохого есть слово хова. Я не говорю про техническую какую-то литературу, типа, вам нужно, я не знаю, сколотить табуретку, да, и книга называется «Как сколотить табуретку», но даже в этом, сука, случае можно найти, как сколотить табуретку на блядском ютубе и посмотреть наглядно, это займет меньше времени, и у вас получится пизжа табуретки, чем если бы вы читали. Ну, вот тут я относительно могу согласиться, но, опять же, не вся информация, не всю информацию так можно воспринять, вот в плане каких-то компьютерных технологий действительно лучше не читать книги, а смотреть видео обучающее, еще потому что книги просто устаревают, то есть, например, какой-нибудь освоей фотошоп семнадцатый, например, я не знаю, выходит книга, а через год уже двадцатый фотошоп, там, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, уже двадцатый, и эта книга за год не продалась, и сейчас она, как бы, уже, блядь, неактуальна, и так далее, поэтому в этом плане, естественно, лучше смотреть на видео. Но, опять же, лучше всего постигается на практике, как я и раньше говорил, то есть, лучше всего смотришь на видео и сразу делаешь, там, практику, либо читаешь книги и сразу делаешь на практику, на практике, так сразу ты можешь лучше что-то запомнить и, и добиться необходимого результата. Я, типа, я не знаю, как еще сказать, но мне так тяжело было получать вот эти бесконечные письма, Юра, что почитать? Что почитать? Что почитать? Да ничего, не читай! Бля, Юра, это ты сейчас говоришь, что тебе так тяжело, так тяжело, бля. Будет момент, когда тебе никто, блядь, не будет писать, и никому будет неинтересно, что ты там посоветуешь, почитать, не почитать, всем будет похуй. Собственно, уже относительно, ну, это часто, как бы, вышел из тюрьмы, есть какой-то хайп, но скоро, как бы, если ничего громкого не будет, то всем будет плевать. И подозреваю, что тогда ты с радостью вспомнишь те денечки, когда тебе писали и просили, ах, Юра, а какую книгу почитать? Особенно интересно было получать от людей, такие, что ты, Юр, я давно книг не читал, мне, наверное, надо, я все не могу себя заставить, давай ты меня заставишь, я говорю, иди нахуй! Ну, тут я не спорю, если ты, зачем скидывать ответственность на кого-то другого? Если ты не хочешь читать, не читай, окей, не насилуй себя, незачем заниматься тем, что тебе не нравится, опять же, ну, если ты не хочешь чего-то добиться, каких-то там целей определенных. Конечно же, не читай, если тебе еще и не хочется читать, то тебе книги вообще нахуй не нужны, смело шли в пизду любого, кто такой, блядь, надо читать книги, книги это полезно, да иди ты нахуй, это дебил, это дебил, натуральный. Книги действительно читать надо, книги читать полезно, и даже если я в твоих глазах дебил, как-то плевать. Но как бы заставлять других людей, нахуй они мне сдались. Как бы не хотят, пускай делают, что хотят. которые реально думают, что, блядь, книга, я ее прочитал, у меня там плюс один интеллект, да ни хуя, это, книги, по сути, они есть для тупых людей, не для разумистов, Ванамас был прав, хотя я не мог до конца сформулировать, что он имеет в виду. Великолепные мысли, блядь, книги для тупых людей, не для разумистов, ну-ну. Книги нужны людям вроде Фейса. Вот посмотрите, интервью с Фейса, он, блядь, тупой, как пробка, и он говорит, мое мировоззрение полностью перевернулось после того, как я прочитал, не помню, какую-то одну книгу. Ну, потому что он, блядь, тупой. Он тупой, и он увидел одну книгу, и вау. А люди, которые прочитали, блядь, сотни книг, у них несколько другое мировоззрение, Юр. Да значит, ты дебил, ебаный, вот ты дебил, если все твое, сука, мировоззрение, которое формировалось у тебя десятилетиями под действием одной книги, нахуй, перевернулось, то ты дегенерат. Да, я тут с Юрой полностью согласен, но то же самое, оно может перевернуться от одного ТикТока, и от одного, блядь, и от одного фильма, и от одного какого-нибудь курса, и от одного чего-нибудь. Просто я не понимаю, зачем в таком смысле разделять книги, ТикТок, и остальное, и видеофильмы, театр, и так далее. Для тебя книги, окей, окей, хорошо, почитай еще книг, фейс, а вот там еще пару раз перевернется, и у тебя там мозги на место встанут, нахуй. Вам можно, но в принципе, адекватным людям, блядь, книги эти в хуй не уперлись, не нужно заставлять себя читать, не нужно позволять кому-то заставлять себя читать. книга худший подарок. Кстати, да, вот это вот выражение, что книга лучший подарок, идите нахуй, бутылка коньяка лучше, чем книга, блядь. Ну, у каждого свои приоритеты, собственно, тут как бы ничего удивительного, да. Ты что угодно лучше, чем книга. Книга это мусор, а не лучший подарок, блядь. Поэтому, резюмируя, люди часто пишут в комментах, что я вокруг да около хожу, и постоянно одно и то же повторяю. Я попробую прорезюмировать. Если вы сейчас спешите, написать в комментариях о том, какой я долбоеб, и все такое, на здоровье. Но только помните, я никого не осуждаю. Пожалуйста, хотите читать книги, пока ваши друзья там, я не знаю, баб жамкают, гоняют на тачках и сидят в тиктоке. Да пожалуйста! На здоровье! Только потом не нужно строить из себя такого, ой, Юра, блядь, ёпта, я такой умный! Ну, бля, почему бы и не построить? Ну, то есть, те друзья, которые будут жамкать баб и будут говорить, о, Юра, я такой охуенный, я жамкал баб в 15 лет, а ты только там, девственность, не знаю, в 20 потерял. Ха-ха! Я такой уже, всё знаю, если чувак этим кичится, то почему другой чувак не может кичиться тем, что книги прочитал? Такой несчастный, ты дебил! Ты дебил, и ты сам выбрал быть дебилом! Человек рождён для счастья, как птица для полёта! Да, да, Юр, с твоей философией счастья мы видим, блядь, куда ты, блядь, приходишь с философией счастья. Мы видим, видели твою квартиру, мы знаем, где ты провёл последние, блядь, полгода, как от тебя, даже когда вот ты вышел, от тебя отвернулись все близкие, я не знаю, кто там виноват, там, твоя девушка или ты, но, как бы, сам факт того, что ты вышел, и вы сразу же расстались, это, как бы, показатель. Я не знаю, Юр, стоит ли тебе читать книги, но точно стоит пиздеть всякую хуйню поменьше, это определённо, поэтому завалишь ты это время, когда ты пиздишь всякую хуйню книгами, тиктоком, фильмами, сериалами, неважно, чем угодно, но хоть чем-нибудь завали. Где я это почитал? В блядской книге. Стоило оно того? Да нет, нахуй не стоило. Вернуть эту ебаную фразу определённо не стоило потраченного на книге времени. Ой, те люди, которые книги читают только ради цитат, чтобы их, это, блядь, это отвратительные люди, вообще не общайтесь с ними, вообще, цитата, вырванная из контекста, это хуета, я терпеть не могу. Цитаты, там, не знаю, группы, типа лучшие цитаты и всё такое, это всё хрень. Вся вот эта вот мудрость заключённая в одной строчке, это хрень. Когда ты читаешь книгу, ты, кроме вот этой вот строчки, там до этого огромное, 400 страниц текста, которые приводят и подводят тебя к этой самой строчке, и ты понимаешь, что такого в этой, как бы, строчке. А когда ты просто её взял из чего-то, или просто пытаешься цитировать, ну, это хрень, это хрень. Я ярый, не любитель цитат, поэтому цитаты я не люблю больше, чем Хованского, так что, Юр, мы тут с тобой на одной стороне. Поэтому, друзья мои, давайте будем толерантнее, терпеливее по отношению к тем, кто не разделяет наши интересы. Мне нравится. Сука. Юра на протяжении 14 минуты говорил, значит, ты дебил, если ты делаешь одно, значит, ты долбоём, значит, ты дебил, значит, ты придурок. И в конце, ну, давайте всё-таки будем толерантнее. Без негативчика, без негативчика. Окей, Юр, великолепно. Будь то книги, тикток, пиво, и так далее, как бы, каждый дронщик как он хочет. Ни один вид, как-то сказать-то, творческого времяпровождения не лучше другого. Они все одинаковые. Так что, давайте будем... Ну, я бы не сказал. Не сказал. Нахерачиться мискалином и рисовать это не то же самое, чем просто рисовать. Как бы, уже здесь есть некоторое несоответствие в Юриной фразе. Ну, ладно, вы понимаете, ладно, что я имею в виду, это так, я рофлю. Будем дружелюбнее, будем проще и не будем обижаться на всякую херобору. А кроме того, давайте перейдем в мой телеграм-канал. Ну, бла-бла-бла, вся хуйня. В общем, удивительно великолепный ролик с великолепнейшей аргументацией. Всем советую. Ссылку, естественно, в описании не оставляю. Грех-то таким великолепием делиться. В общем, Юра, как всегда, в очередной раз высказал самые, блядь, не знаю, гениальнейшие мысли, которые, как он только до них дошел, я не понимаю. вот, как, как, вот, с такими людьми живем на одной планете, это, это чудо просто, просто чудо. Ладно, в общем, я не знаю, что тут еще добавить, по-моему, и так все понятно, как бы, я даже не знаю, короче, как подытожить это видео, ну, безусловно, есть книги хорошие, есть книги плохие, есть книги полезные, есть бесполезные, но называть все книги мусором, это, ну, из того же разряда, что я назову весь тикток мусором, что я назову все фильмы мусором, что я назову, не знаю, все театральные постановки мусором, все сериалы мусором, вообще все, что угодно, с приставкой все мусор вообще. Какие-то более-менее нормальные мысли у Юры были на протяжении ролика, но их так мало, а все остальное, такая, блядь, величайшая аргументация, что я просто, просто, не знаю, пойду осознавать, переосмыслять. Кстати, да, заметьте, что он тогда говорил, что прочитал всего Сороки, Напелевина, Елизарова, ну, так ты, я тогда про это не сказал, но так ты читал писателей, которые, сука, модные, потому что их просто модно было читать, модно, потому что читать их конкретно модно, то есть ты, ну, читал не для какой-то цели, а потому что, ну, шел на поводу моды. Когда было модно слушать Нойза, ты бы слушал Нойза, если бы с ним не разосрался, конечно. Ну, и когда модно было слушать Оксюмерона, слушал его, ну, и так далее, то есть просто мода. Я понимаю, если бы ты назвал тех писателей, которых, ну, я не знаю, как я называю, Сомисета Моэма, попробуй кто-нибудь назови, или там, не знаю, Арчибальда Кронина, ну, ладно, короче, господи, и что это обсуждать, в общем, вы поняли, великолепное видео было, великолепная моя реакция, безусловно, хотя я сомневаюсь, что она была великолепная, по-моему. Пишите в комментариях, с чем вы согласны, с чем не согласны, как много у меня вертится на языке, что еще хотелось бы добавить, но не буду, пожалуй, и тут и так все понятно, и дальше вести дискуссию, здесь видео смысла не имеет, продолжайте, пишите в комментариях, какие, с какими вы аргументами, Юры согласны, не согласны, и с какими аргументами моими, вы согласны, не согласны. Ну, а на этом все, это был Элит Позор, всего хорошего, и спасибо за рыбу. Субтитры сделал DimaTorzok